Отрадно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп позавчера с этой трибуны однозначно заявил о важности соблюдения принципов суверенитета в международных делах. О том, что надо обеспечивать лидерство примером, не диктовать волю другим народам. О том, что страны с различными ценностями, культурным укладом и устремлениями могут не только сосуществовать, но и работать рука об руку на основе взаимоуважения. Думаю, под этими словами может подписаться каждый. Особенно, если внешняя политика Соединенных Штатов будет осуществляться именно на такой основе. Запад выстраивал свою политику по принципу «кто не с нами, тот против нас», став на путь безоглядного расширения НАТО на восток, провоцируя нестабильность на постсоветском пространстве и поощряя антироссийские настроения. Именно в такой политике корни затянувшегося конфликта на юго-востоке Украины. Несмотря на предпринимаемые усилия в нормандском формате и в контактной группе, киевские власти изобретают все новые уловки, чтобы замотать выполнение своих обязательств по выполнению Минского комплекса мер от 12 февраля 2015 года, одобренного Советом безопасности ООН. Но и в этих условиях Россия нацелена на конструктивную работу, поиск общеприемлемых путей реализации минских договоренностей. Откликаясь на высказыванной озабоченности положением дел в сфере безопасности, президент Путин выступил с инициативой об учреждении миссии ООН по содействию охране наблюдателей ОБСЕ на Донбассе. Соответствующий проект резолюции представлен в Совет безопасности. Рассчитываем, что российское предложение будет способствовать урегулированию внутриукраинского кризиса, разразившегося в результате антикоинституционного государственного переворота, совершенного ультрарадикалами. Надеемся на конструктивное, безыгр с нулевым результатом взаимодействие в этих вопросах с партнерами как в Европе, так и в Соединенных Штатах. Опасно раскручивается конфронтационная спираль вокруг КНДР. Решительно осуждаем ракетно-ядерные авантюры Пхеньяна в нарушении резолюции Совета безопасности. Но нагнетание военной истерии не просто тупиковый, а губительный путь. Все резолюции Совета безопасности надо выполнять, спору нет. Но все они, наряду с санкциями, содержат положение о необходимости возврата к переговорам. Призываем прекратить блокировать эти положения. Альтернативы политико-дипломатическим методам урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова на основе диалога между всеми заинтересованными сторонами не существует. Призываем ответственных членов мирового сообщества поддержать российско-китайскую дорожную карту, изложенную в совместном заявлении Министерства иностранных дел России и КНР от 4 июля. Всплеск международного терроризма, многие миллионы беженцев, беспрецедентные волны нелегальной миграции во многом произрастают из предпринятых за последние годы авантюр по смене неугодных режимов, включая вооруженные интервенции, которые посеяли хаос и разрушения на Ближнем Востоке и Севере Африки и открыли путь террористам в те части земного шара, где их никогда не было. Несмотря на то, что ИГИЛ отступает в Сирии и Ираке, требуется немало дополнительных усилий для стабилизации региона. Напомню о необходимости борьбы не только с ИГИЛ, но и с НУСРой, которую почему-то щадят участники американской коалиции. Развитие ситуации в Сирии дает основания для осторожного оптимизма. На прошедшей 14-15 сентября международной встрече по Сирии в Астане завершено оформление четырех зон деэскалации, договоренности о создании которых достигнуты с участием России, Ирана, Турции, США, Иордании и ООН при поддержке многих других стран. Эти договоренности создают условия для дальнейшего продвижения к выполнению резолюции 2254 на основе прямого диалога между правительством и оппозицией для объединения их усилий в интересах скорейшей ликвидации террористического очага и установления мира на всей территории страны, восстановления ее единства, решения острых гуманитарных проблем. Самыми срочными задачами являются увеличение поставок гуманитарной помощи и разминирование освобожденных территорий. Убеждены, что к этим процессам при лидирующей роли ООН и без каких-либо предварительных условий должны подключиться все те, кто искренне желает мира Сирии и ее народу. Продолжение следует...